Музыка не имеет отечества, отечество ее, вся вселенная, сказал однажды великий польский композитор Фредерик Шопен. Сказал и тут же опроверг. Причем опроверг всем своим творчеством, ибо польские национальные мелодии, ритмы, жанры наполняют его музыку. Мазурка – любимый жанр в творчестве Шопена. Это танец, которому польский мастер обращался на протяжении всей творческой жизни. Его мазурки можно уподобить дневниковым записям. Подавляющее количество мазурок Шопен писал вдали от Польши, в Париже, но остроту впечатлений детских лет не могло приглушить никакое расстояние. Ряд мазурок рисуют сохранившиеся в памяти образы. Слушающему эти композиции кажется, что автор только что побывал где-нибудь в окрестностях Плотска на деревенской свадьбе и под свежим впечатлением здорового веселья спешит зарисовать нотами картину танцев под открытым небом и зафиксировать звуки примитивного сельского оркестра. Так писал о мазурках Шопена советский исследователь. В других пьесах этого жанра, окутанных меланхолической дымкой, словно проступают очертания равных Шопену пейзажей. Мазурка «Ля минор» – одна из наиболее своеобразных и интересных шопеновских мазурок. Она открывается небольшим вступлением. Мелодия, окруженная мерно повторяющейся секстой, находится как бы в коконе, и из нее же прорастает основная мелодия мазурки. Когда этот материал звучит в завершении, триольная фигурка подчеркивает скорбную нерешительность и незавершенность этой музыки. В середине мазурки – мажорная песенно-танцевальная мелодия, шагающий ритм басов, гудящие квинты болынок и контрабасов деревенского оркестра – рисуют некое праздничное шествие, тон которого находится в странном несоответствии с душевной мукой, высказанной в первой части. И только когда наступает реприза, повторение первого раздела, мы ощущаем основное настроение этой мазурки. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok